Сегодня территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей официально вступили в состав России. Вы смотрите вечерний хэштег и мы продолжаем эфир. Александр, вот у всей этой ситуации есть еще одна сторона, это выигрыш в целом в экономическом, геополитическом плане. Мы ведь получаем этот выигрыш от присоединенных территорий. Какая экономическая выгода, какие фабрики, может быть, промышленности у нас появятся в нашей стране? Надо понимать, что как раз донецкие и луганские территории, то есть территории ДНР и ЛНР являлись промышленным локомотивом Украины и основными территориями, которые осуществляли наполнение бюджета страны. Ну, одновременно с Киевом, да. Поэтому в этой связи, конечно же, экономический потенциал у территории большой. Другой вопрос, что на протяжении 8 лет там фактически военные действия были, приятия частью остановились, частью не работают, частью заморожены. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, мы не думаем о том, какой мы эффект получим экономически от приобретения территории, от вступления ЛНР, ДНР, состав Российской Федерации. То есть сначала нужно все наладить, а потом уже... Но к тому же эти военные действия, которые длились там на протяжении последнего полугода, нанесли серьезный ущерб не только инфраструктуре, территории, но и промышленному потенциалу. Поэтому я бы не испытывал иллюзий. Потенциал большой. Это промышленность и машиностроительная, это угледобывающая промышленность, это промышленность сталипрокатная, то есть металлургия. Но, тем не менее, сейчас мы, скорее всего, возобучены немножко другим неполучением экономического эффекта территории, да, а налаживанием жизни, созданием полноценной структуры и социального обеспечения жителей. Но, тем не менее, Азовское море, теперь внутреннее море России. Что это нам дает? Ну, собственно, море нам ничего не дает. Еще раз повторюсь, что для нас совершенно другое важное. Но тот факт, что мы можем обеспечить судоходство, полностью контролировать ситуацию в этом море, конечно же, положительный. Другой вопрос, что, безусловно, есть направление, в которое нам необходимо будет вкладываться, в том числе и в реконструкцию портов, в ремонт существующей портовой инфраструктуры. Поэтому эффект мы от этого получим, на самом деле, не очень скоро. Я бы добавил, что самая главная задача сделать так, чтобы та инфраструктура, которая, вот сейчас, как сказал Александр, еще пока такая полуразрушенная, полуработающая, смогла восстановиться и обеспечивать эти самые регионы, чтобы их экономика начала самодостаточно работать и обеспечивать те территории. Но и по морю, мне кажется, один из главных плюсов, это все-таки вот как раз-таки порты, потому что территория Херсон и Запорожье, это житницы, то есть плодородные почвы, которые как раз-таки самый дешевый способ вывоза этой продукции, это море. Поэтому порты, как правильно сказал Александр, надо восстанавливать, и вот эта экономическая составляющая, которая даст очень сильный хороший такой экономический приток именно в эти самые же субъекты новой Российской Федерации. В продолжение темы восстановления территории и налаживания мирной жизни, в августе в Запорожье начал вещание российский телеканал ЗТВ, это стало большим событием для всех жителей области, подробнее об этом поговорим с Анной Москалец, заместителем директора Департамента социально-политических коммуникаций и информационной политики военно-гражданской администрации Запорожской области. Она на связи со студией из Эмилитополя. Анна, здравствуйте, как и когда вообще произошла смена украинского вещания на российское? Здесь с приходом России, вот после начала всех событий, было отключено вообще какое-либо вещание, здесь не было ничего. И в первое время даже, вы, может быть, видели эти ролики по ТикТоку «Гуляли», когда здесь просто ездила военная машина с ретранслятором, и она с громкоговорителем, точнее, она просто озвучивала хотя бы какую-то информацию, такое простое объявление и так далее, чтобы людей хотя бы о чем-то информировать. И 1 августа у нас здесь все-таки уже открылось первое государственное областное телевидение Запорожской области. Конечно, оно еще пока не такое полноценное, как оно должно быть, еще очень много делать предстоит. Пока это все равно военно-пылевые условия, пока еще проблемы с техникой еще с чем-то есть, существуют. И в первую очередь это кадровый голод, нехватка людей, но тем не менее телевидение вещает, есть телеканал. Мы вошли в мультиплекс, и уже работа идет, люди смотрят ежедневно выпуск новостей. Но вас видят только в крупных городах или повсеместно? У нас видят все, у кого есть мультиплекс, кто видит, в принципе, цифровое вещание. Кроме того, канал на некоторых городах еще в аналогии вещается, для тех, кто нас не видит. То есть вся освобожденная территория Запорожской области, нас видят все. Ну а о чем вы рассказываете зрителям в своих программах? Больше военно-тематике или мирной? Вы знаете, мы нацелены на то, чтобы показать людям именно налаживание мирной жизни. Война – это очень тяжело, это больно, это все-таки в любом случае, ну сами понимаете, это беда для всех. Поэтому, конечно же, мы делаем акцент именно на строительстве мирной жизни. Здесь также работает еще путь федеральных журналистов, которые приезжают, именно нацелены на то, чтобы показать людям именно мирную жизнь и именно то, как ее строит Россия. Поскольку все-таки эти территории были украинскими. Какие здесь были законы, мы знаем, медицины не было, социальной поддержки не было никакой. Экономика тоже была не в лучшем положении, особенно в последние 8 лет. Поэтому для людей то, что происходит сейчас, это, конечно, чувствительные перемены. И узнавать об этом им тоже интересно. Мы показываем и заводы, которые, например, были брошены владельцами, и теперь они национализированы. Сегодня они являются государственной собственностью. То есть люди, во-первых, видят, что переходит какое-то важное производство, объекты, имущество. Оно переходит от олигархов в государственное управление. Оно работает на пользу жителей этой территории. Они видят, что они получают пенсии, пособия, в том числе детские. Работают центры занятости, которые помогают устраиваться на работу. Люди смогли, получили возможность пользоваться бесплатной медицинской помощью. У них ее не было бесплатной. Медицина на Украине вся платная до сегодняшнего дня. Конечно, люди все это видят, оценивают. Поэтому об этом мы им и рассказываем. Но сегодня в Запорожье праздник для людей или из-за обстрела не до этого? Нет, вы знаете, в любом случае праздник. Люди живут под обстрелами уже полгода, поэтому это сейчас мало кого смутит. Более того, я наблюдала ситуацию неоднократно, когда идешь по улице, либо через парк, где-то раздается взрыв. И люди говорят, ой, бух, и идут дальше. Либо как сидели в кафе, так и сидят. То есть люди привыкают к этой ситуации. Даже дети, сидя в кафе, едят мороженое и не реагируют, что где-то раздался взрыв. Поэтому люди, с одной стороны, привыкли. Я считаю, что это, наверное, хорошая привычка, потому что нельзя жить постоянно в состоянии страха. А с другой стороны, плохая, потому что привыкать к этому нельзя в любом случае. Люди должны жить в мире. Но, тем не менее, привыкли, адаптировались. Люди празднуют вопреки всему. Думаю, здесь с вами согласятся. Все люди должны жить в мире. Спасибо. На связи со студией была Анна Москалец, заместитель директора Департамента социально-политических коммуникаций и информационной политики военно-гражданской администрации Запорожской области. Итак, 30 сентября 2022 года, во всяком случае, войдет в историю, или, можно сказать, уже вошло в историю. Каким этот день запомнится в истории нашей страны? Александр, как вы считаете? Ну, конечно же, это патриотический подъем. Это сплочение народа. Но одновременно необходимо не забывать, что каждое такое действие вызовет со стороны наших так называемых партнеров противодействие. И нам необходимо готовиться к не забывать то, что мы существуем в реальном мире, что нам придется защитить рукава и довольно долго работать над восстановлением территории над помощью жителям. Ну и, разумеется, столкнуться с очень серьезным противодействием со стороны огромного количества государств недружественных по отношению к нам. Роман, вы что можете сказать? Я скажу, что, Александр, у нас нет больше партнеров. К сожалению, после 24 февраля, наверное, уже вряд ли их так можно назвать. Ну, вообще, это большая глава в учебниках истории наших будущих поколений. Очень важная и очень значимая. Во все времена Россия была страной, которая всегда имела свое мнение, свою позицию, и никогда не бросала тех, кто просит помощи и не смотрела, как убивают или издеваются над кем-либо это ни было. Тем более над своим собственным народом и над своей собственной историей. Поэтому этот день будет, мне кажется, в истории, должен быть в истории с фразой «Россия вперед!». Это не последние территории, которые вступят в состав Российской Федерации. Вернуться, я сказал, вернуться. Евгений Михайлович, вы как считаете, действительно нужно включить вот эту дату 30 сентября 2022 года в учебники истории? И как вообще об этом рассказывать, преподавать детям? Ну, естественно, это исторический факт, это великий исторический факт, поэтому, естественно, он будет в истории. Вот. И когда мы говорим, я бы вообще не стал говорить о партнерах. Почему? Потому что нужно же смотреть, с какой целью шли эти партнеры. Нужна ли им была великая Россия? Поэтому, а примеры восстановления, ну, я немножко постарше здесь вот присутствующих, поэтому могу сказать, что, ну, и в наших учебниках все это хорошо написано, как Советский Союз восстанавливался после Великой Отечественной войны, как Москва восстанавливалась в 1812 году. Нужно так как бы задуматься, вот, сожжена была, восстановилась, красавица наша. Поэтому с этой точки зрения, вот Александр говорил, что вот эти потрясения, ну, он подметил, что любые потрясения, они вызывают не только патриотические чувства, но реализуются через труд, через дела. Я думаю, что многие придут к вере, это тоже немаловажно. Еще такая маленькая деталь. Вот сегодня православные отмечают День Веры, Надежды, Любовь. Да, действительно. Вот, и Софии. Поэтому вот я думаю, что у нас у всех это есть, независимо, верим мы, не верим в это. Вот, поэтому я верю, верю в то, что мы своим трудом, терпением, любовью взбодримся и будем молиться вот за Великую Россию. А в отношении партнеров, знаете, их... Давайте мы не будем, да, сейчас уже о них говорить. Есть такие понятия, как любовь, братство. Вот, вот это есть в нашем гимне, в нашей конституции. Вот мы за этим должны идти. Зинаида, и вы кратко, вам как запомнится этот день? Каким запомнится? Слезами на глазах. Ну, для меня это счастье в будущее. Это я сказала своим всем, я с пропиской. Как бы не банально это звучит. Ну, а по поводу партнеров, у нас есть Турция. У нас есть Турция. У нас есть Кадыра. Во всяком случае, мы не одиноки. Спасибо вам большое всем за беседу. 30 сентября 2022 года уже вошло в историю. И не только нашей страны. О состоявшихся референдумах, присоединении новых территорий к России говорят во всем мире. Реакция неоднозначная. Одни рады, другие отнеслись к этому событию негативно. Но как бы там ни было, оно состоялось. Международные договоры подписаны. Территории Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской, Запорожской областей официально вступили в состав нашей страны. Вы смотрели вечерний хэштег. Для вас работала Гульнара Успанова. Все самые интересные оперативные новости вы найдете в телеграм-канале «Тюменское время». Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова